Девушки отдыхают Девушки отдыхают Но какая песня будет пятой песней на пятом, вы, как, впрочем, и наши артисты, узнаете только в конце программы. Итак, это будет для нас сюрпризом. Кстати, теперь в нашей программе участвуют не только современные хиты, но и песни ретро. Ну а мне доверено представить нашего гостя. Это Елена Перова! Девушки отдыхают Встали костяком группы «Лицей». С 2000 года Лена занимается стольными проектами, по-моему, весьма успешно. Девушки отдыхают Всем здравствуйте! Надену стамеску свою. Ну сейчас мы сначала немножечко с тобой обсудим. Ну ладно, я пока к ней привыкну. Да. Лен, можно вопрос к галерке? Конечно. Скажи, пожалуйста, а вот когда у тебя был самый твой первый проект «Детский мир», ты помнишь репертуарчик оттуда? Спой что-нибудь из «Детского мира». Я, к сожалению, вот не смогу, потому что... А, вот я помню песню про бабу-ягу такая там была. Давай. «Ды мети-мети метла, там что-то...» «Подметай дорожки» «Ды-ды-ды-ды метла, как у бабки ёшки» Вот. Народ-то знает! АПЛОДИСМЕНТЫ Это Давид Фёдорович Тухманов и Юрий Эйнтин. Да. Цикл «Золотая горка». Ты как такая современная рокерша? Но вообще... Нет, 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 я не рокерша. Я просто человек, который не свободен, а у которого есть воля. Вот я живу очень вольно. Вот так вот. Ну что, в таком случае сейчас вы услышите собственный хит Лены Перовой. Это первая песня на пятом. А называется она «В небо». Без твоих глаз, без твоих слов Я не увижу белых снов Вопрос-ответ, да или нет. И перелёты, перемены, передомы, ловы. Лечу неба, тысячу лет небы, Чтоб зачерпнуть тебя глоток. Лечу неба, сотни звёзд небы, Чтоб дотянуться до тебя. Бетвей клубок у твоих ног Весь мир и я, конечно, я. Я всё отдам, я не придам. Я буду рядом очень долго, Сколько хочешь, буду. Лечу неба, тысячу лет небы, Чтоб зачерпнуть тебя глоток. Лечу неба, сотни звёзд небы, Чтоб дотянуться на тебя. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а В небо тыщу лет в небы, Чтоб зачерпнуть тебя глоток. Лечу в небо, Сонки српет в небы, Чтоб дотянуться до тебя. Лечу в небо, Тыщу лет в небы, Чтоб зачерпнуть тебя глоток. Лечу в небо, Сонки српет в небы, Чтоб дотянуться до тебя. Лечу в небо, Сонки српет в небы, Чтоб зачерпнуть тебя. Лечу в небо, Сонки српет в небы, Чтоб зачерпнуть тебя. Лечу в небы, Чтоб зачерпнуть тебя. Ты – это Лена Перова, для которой музыка – это хобби. Лена, значит, получается, что основной род деятельности – это таки телевидение? Ну, род деятельности, который приносит какой-то доход. Ну, как ты считаешь, программа, в которой ты являешься соведущей, и наша передача – это дружественные или конкуренты? Поскольку в нашей и вашей программе идет речь о музыке, то эти программы две, они созвучны. Лена, а почему решила прийти к нам в гости? Ну, во-первых... А у себя на программе можешь позволить себе подобное? Я, конечно. Я вот совсем недавно его исполняла песню «Лебединая верность», песню, которую с Евгением Ордыновым, «Сиянный» и «Деметевым». Да, я, надо сказать, с ней справилась. Андрей вышел, он был на съемке в этот момент, это было очень волнительно. И он меня обнимал, прямо тряс мне руку. Ну, я могу тоже обнять, я, конечно, не «Деметев», может, и сейчас парочку... Ты прости меня, любимая, за чужое зло, что мое крыло... София Ротарова, Евгений Мартынов и вот Лена Перова. Встречаем. Ну что, мы, наконец, перейдем к рассмотрению «Домашнего задания». Да. Я бы настаивала даже на этом. Да. Вот я смотрю на список песен. Лен, все эти песни, в частности та, которая сейчас прозвучит, все-таки не из твоей молодости, как ты глубже копаешь, как-то... Дело в том, что у меня такая миссия. Я должна, так сказать, напомнить людям за то, что если Рома Зверь, например, спел какую-то песню, и все считают, что это он написал, то люди должны знать. Ну, я имею в виду так, да, или там не Рома Зверь, кто угодно другой. Группа Корни, например. Очень многие песни, на которые сейчас современные группы делают ремейки, ремиксы, там все, что как это он говорит, они на самом деле для многих людей молодых, да, как будто бы являются первоисточником. Первоисточником. Да, это пела группа «Синяя птица». Итак, это будет песня из репертуара ансамбля «Синяя птица». Песня носит название «Клён». В середине 70-х годов прошлого века выходит в свет первый альбом ансамбля «Синяя птица» с одноименным названием. Вопреки всем ожиданиям, самой хитовой стала именно песня «Клён». Музыку к ней написал Юрий Акулов, а слова Леонси Шишко. Но кто же не помнит, далекие дискотеки 70-х годов, первые поцелуи и затертые магнитофонные ленты. Итак, вторая песня, на пятом, Лена Перова «Клён». Приготовьте носовые платочки. Там, где «Клён» шумит над речной волной, Говорили мы о любви с тобой. Опустел тот клён, в поле бродит в углах, А любовь, как сон, стороной прошла. А любовь, как сон, стороной прошла. Сердце очень жаль, что случилось так. Гонит осень вдаль, журавлей косяк. Четырём ветрам грусть, печаль раздам. Не вернётся вновь это лето к нам. Не вернётся вновь, не вернётся вновь, не вернётся вновь. Это лето к нам. Не к чему теперь с тобой ходить, Не к чему теперь мне цветы дарить. Ты, любви моей, так не смог сберечь. Поросло травой место наших встреч. Поросло травой, поросло травой, Поросло травой место наших встреч. Поросло травой, поросло травой, АПЛОДИСМЕНТЫ Это была вторая песня на пяту Лена Перова «Клен». Лен, прям как-то прочувствовала. Да, мы... А как же? Может, это и случай жизни? Да, помню в 1907 году. А вот скажи, вот мы с тобой имеем право вот так вот сейчас сказать? Вот, в наше время музыка была хорошая, теперь музыка плохая. Нет, можем сказать, что в наше время была музыка, точка. Вот прям вычеркиваем все вот эти современные форматы русской радио. Вот, правильно, наконец-то. Нет, я бы, кстати, не стала так категорично говорить. Действительно, есть и появляются какие-то песни замечательные сейчас. Сейчас это самое, риммеранс там какой-то. Нет, правда, ну, что грех отарить. Просто изменилось отношение к тому, как должна звучать популярная музыка. Вот, а музыка, в принципе, она есть. Просто, как бы, та часть, которая касается профессионализма, несколько видов изменена. Скажи, пожалуйста, вот тогда мы можем сейчас поэкспериментировать. Вот как поимпровизировать. Вот у нас есть тут сомнительные рифмы, ну, так, как-то. Пять песен интересен, живой звук, друг, проект, коннект, классный, ясно, Лена Перова. Здорово. Нам клево написано. Было написано клево. Было написано клево. Очень трудная задача. Конечно, у нас такая программа. В вашей программе у вас легкие задачи, у нас задачи посложнее. Ну, обычно, когда артисту нечего делать, я начинаю читать рэп. Молодец, Ленка, правильно, правильно. У нас так все выкручиваются. Опа-на! Пять песен интересен, живой звук, наш общий друг, проект. Это тоже коннект. Коннект! Прекрасный, это я с тобой. Это рода, алена Перова. Сегодня корова. Алена Перова, это очень тяжело. Лена Перова, это очень тяжело. Это Пирова. Лена Перова, это старик. Ах, Пирова. Лена Перова, это... Пять песен интересен, живой звук, наш общий друг. Итак, мы можем огласить наше окончательное и бесповоротное СМС-голосование. Результаты у Аллы. Хоть они и окончательные, все равно оставлю интригу. Дело в том, что у нас есть три лидера, а вот кто из них на каком месте, этого я вам не скажу. Итак, группа «Чаев» — песня «За годом год». Группа «Корни» — песня «На перегонке с ветром» из сериала «Кадетство». И певица «Слава» — «В небо я слезы роняю». Ну так что, «Чаев» — «Слава» — «Корни». Мне все равно, почта. О, ей все равно, вы посмотрите. А вот тогда, когда ты выбирала песню для домашнего задания, тебе же не было все равно? Конечно, это вообще очень сложная задача, потому что ты сразу понимаешь, что вообще не помнишь никаких песен в принципе. Вообще. Потом ты думаешь, а, какие прекрасные были композиции в фильме «За служебный роман». Тут понимаешь, что это все очень камерное такое, дома нужно за Раэлем петь и совершенно не подходит как бы к массовой аудитории. Когда ты выбирала песню, твоей задачей стало, ну так, пропустить через себя, что-то изменить или просто, так сказать, выполнить некое задание? Моей задачей было попробовать. Когда мы приступили к репетициям, оказалось, что та же песня, которую мы сейчас будем исполнять, да, она в голове у меня складывалась совершенно одним образом. А когда мы стали репетировать, стало понятно, что нужно как-то что-то еще там под видоизменить. И мы сделали ее вообще очень быстрой. То есть она получилась, в общем-то, в разрез с оригиналом? В разрез с оригиналом, она получилась такой диско. И сейчас мы попробуем, попытаемся успеть все сыграть вовремя и там, где нужно, и произнести все необходимые слова. Чтобы больше не интриговать, это будет песня из репертуара Ауы Пугачевой. Ну что, более подробно о песне «Звездное лето» расскажет Алла. Музыку к популярному хиту «Звездное лето» написала сама Алла Пугачева. Ну, а слова легендарный поэт-песенник Илья Резник. Кстати, Алла Борисовна спела более 50 хитов на слова Ильи Резника. Ну, это такие знаменитые, как «Маэстро», «Старинные часы», «Возвращения» и другие. А сама Алла Пугачева сразу начала выступать в качестве композитора не под своим именем, а под псевдонимом, как Борис Горбонос. Итак, третья песня. На пятом Лена Перова «Звездное лето». Вся земля тепло согрета, И по ней я бегу босиком. Я пою, И звезды лета Светят мне даже днем, даже днем. Я так хочу, Чтобы лето не кончалось, Чтобы оно за мною мчалось, За мною след. Я так хочу, Чтобы маленьким и взрослым Удивительные звезды Горили свет. Лето, ах, лето, Лето звездное, Звончивой. Лето, ах, лето, Лето звездное, Будь со мной. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на На поля, на цветы. Хочу, чтобы лето не качалось, Чтобы оно за мною мчалось, За мною вслед. Я так хочу, чтобы маленьким и взрослым Удивительные звёзды дарили след. Лето, ах, лето, Лето звёздное, солнче, бой. Лето, ах, лето, Лето звёздное, будь со мной. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Садись два Садись два В желтой майке, что думаешь, все можно, что ли? Вот это правильно У нас два лидера Два лидера хит-парада, я ближе к... Массам Мультипликационный мюзикл Вот жанр, который, едва родившись, собственно говоря, в далеких 70-х Ну, я так думаю, что можно сказать, что приказал Приказал нам всем долго жить и здравствовать Бременские музыканты И по следам он их Вначале мы отдали должное Олегу Анофриеву Работавшему, да, не то что за двоих А там, по-моему, за пятерых Ну, а в дальнейшем были разные артисты И Муслим Магомаев Ну, надо сказать, кстати, что у Муслима Магомаева была настолько великая и огромная популярность Что девушки после концертов рвали его одежду на кулачки И забирали себе кто пуговицу, кто рукав, там, кто что То есть это тот человек, которого действительно можно посправедливость назвать настоящей звездой Вот в том самом понимании, о котором мы, к сожалению, уже забыли и подменили это понятие вовсе А скажи, пожалуйста, перепеть песню Муслима Магомаева, наверное, ответственно? Во-первых, ответственно, во-вторых, и сложно достаточно Потому что скатываться, как бы, на эстрадную манеру Вот на такую, с которой мы уже все привыкли, считаем, как бы, нормой Тоже нельзя Потому что это серенада Эксклюзивная возможность внедриться в творческий процесс Репетиция Давайте посмотрим, как Лена Перова пропускала через себя Муслима Это фильм ужас Пропусти, Муслима Сейчас только косячить страшно Поэтому добра от нас не ждите А на припев пути выходить через ла-ла-лай, ла-ла-лай Ну, на припев выходить после соляка Здесь будет большая проблема Музыканты работать не любят Ночь солнца золотого глаз Почувствовался как муслимом, где я сейчас Муслим Муслим просто успеет, чем А там четыре примера Ночь пройдет на ступень Что лежит в большом барабане у Олега Пожидаева Внутри Как же я так снисала полпальца себе струну и сейчас Вот так по всу играть Геннадий Гладков Молодец И все, я понеслась Вот, 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 вот Я пошел Хорошо Хорошо, что есть такие программы, как Паша Лен, перед исполнением последний вопрос Давай А вот уличным музыкантом, бродячим, где-то немножечко бременским Могла бы стать? Да, в общем, я таким музыкантом являюсь, когда езжу со своей группой на гастроли Потому что мы как раз себя таковыми и чувствуем То есть, поскольку у нас нет таких вот чёсов, да, когда уже бээ, уже не хочется выходить, да Вот, у нас такая романтика вообще, это такой класс Лена Перова, мне нравится Алла более подробно расскажет нам о песне С удовольствием Луч солнца золотого Премьера мультипликационного мюзикла «По следам бременских музыкантов» состоялась в 1973 году Режиссером был Василий Ливанов Песню «Луч солнца золотого» исполнил Муслим Магомаев Слова Юрия Энтина, а музыка, волшебная музыка Геннадия Гладкова Кстати, когда мультик вышел на экраны, все его очень осудили А критики вообще говорили, что это тлетворное влияние Запада Ну а умы наших детей, а был даже такой композитор Ростислав Бойко Который вообще назвал этот прекрасный, замечательный мультфильм Марихуаны для детей Но сегодня мы будем наслаждаться этой великолепной песней В исполнении Лены Перовой Четвертая песня на пятом серенада Луч солнца золотого Луч солнца золотого Луч скрыла пелена И между нами снова Вдруг выросла стена Ночь пройдет, наступит утро ясное Верю, счастье нас с тобой ждет Ночь пройдет, пройдет пора Ненастная солнце взойдет Солнце взойдет Ведь птицы перестали Свет звезд Остался крыш Сквозь вьюги и печали Ты голос свой услышь Ночь пройдет, настанет утро ясное Верю, счастье нас с тобой ждет Ночь пройдет, пройдет пора Ненастная солнце взойдет 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok